Братья и сестры, приветствую! Как Павел сказал, необычно смотреть в зал, когда темно. Если вы помните, в самом начале нашего служения, перед началом, мы пели гимн, пели песню «Тихая ночь, дивная ночь». А кто знает ее происхождение? Знаете, «Тихая ночь, дивная ночь», она родилась среди альпийских гор в маленькой деревушке Ауберндорф в Австрии. Вечером накануне Рождества, это было 200 лет тому назад, в 1818 году, молодой австрийский священник Иосиф Мур сидел в своем церковном кабинете. Было тихо. Иосиф Мур, он размышлял, было в определенном таком настроении предрождественском, было хорошее настроение у него, и он размышлял о рожденном Спасителе, о рожденном Христе, о том, как он явился на эту землю. И вот в такой обстановке его посетили мысли положить слова на бумагу. И он написал «Тихая ночь, дивная ночь». На следующее утро был праздник, Рождество, и Иосиф Мур показал слова своему другу, Францу Груберу. Это был учитель сельский и органист по местной церкви. Стихи пришли ему, знаете, по сердцу, и он начал писать музыку. До вечернего служения было написано и приготовлено все. Но в связи с тем, что меха у органа в церкви не работали, то первое ее исполнение этой песни было под гитару, под сопровождение гитары. Интересно то, что когда эта песня увидела свет, когда она была напечатана через 20 лет, спустя того, как она была написана, «Тихая ночь, дивная ночь» пела уже половина мира. Я думаю, наши праотцы, наши деды, мы, наши дети и наши внуки будут петь эту песню. «Тихая ночь, дивная ночь». Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». «И Слово стало плотью» – чудо воплощения Бога. Действительно, это чудо, чудо, которое невозможно сделать человеку. Рождество Иисуса Христа – это великая тайна, которая сокрывалась Творцом, Отцом Небесным во все века. И не случайно апостол Павел Кремлинам в 14 главе, 24 стихе, говорит такие удивительные слова. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано». Апостол Павел говорит, что Бог приоткрыл эту тайну, о которой говорили во все века, но не знали, о чем говорил Бог. Этим воплощением Бог вновь продемонстрировал всем жителям земли, всему творению, премудрость свою, силу свою и могущество свое. И не только здесь на земле, но он показал это и ангелам на небесах. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит удивительные слова. Первое послание к Коринфянам, вторая глава, седьмой стих. «Мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которая предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Бог предназначил прежде веков тайну, которую Он приоткрыл в рождении Иисуса Христа к славе нашей. Но мы знаем, что дьявол, он искушал людей, и он искушает его во все века и во все дни для того, чтобы толкнуть человека на преступление, для того, чтобы показать человеку, что это невозможно, для того, чтобы человек не задумался о том, что предназначено ему здесь на земле, Богом, в Иисусе Христе, рожденном младенце. И поэтому нам хочется посмотреть и показать, чтобы мы могли всмотреться и посмотреть, и приоткрыть, вот увидеть духовными своим очами, которое покрывало, которым Бог закрывал эту тайну, которую приоткрыли, приоткрыл Господь в рожденном младенце. Мы читаем, «Рождество Иисуса Христа было так». Мы это постоянно читаем в наших собраниях. «По обручению Марии, матери его, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого». Матфея 1 глава, 18 стих. Но это описание не дает нам ответа. Знаете, эти действия нечеловеческие, и нам хотелось знать, как Бог воплотился. Человеку всегда хочется знать, как Бог мог стать человеком, как Он воплотился в плоть человеческую. Ну, знаете, вот это слово «как», большое слово «как» и большой вопрос, он не только был у людей этого мира, но мы знаем, что и сама Мария, когда встретилась вот с этим фактом, она задает этот вопрос Ангелу. «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Луки 1 глава, 24 стих. Мария была в недоумении. Каким образом это может быть? Этот вопрос, он, знаете, волнует людей, и нам хочется знать, как, всегда знать хочется, как. И Бог открывает эту историю, говорит нам, и через Ангела, Он говорит и Марии, говорит, что «Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Луки 1 глава, 35 стих. Удивительные слова. Бог открывает ее. «Не знаю, поняла ли Мария до конца то, что говорил Ангел, но она приняла верою, потому что Ангел говорит, что Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое тобою наречется Сыном Божиим». Нам кажется, и людям кажется все равно, и этого даже мало. Мало все еще знать, как. Но знаете, этот вопрос, как, мы можем задавать тысячу раз, когда мы читаем Слово Божье, когда мы открываем страницы, и когда мы видим истории и те события, которые связаны и показаны Богом для нас в назидание, мы можем вставить этот вопрос, как это могло быть, как это может произойти, как прах земля, по которой мы ходим, стал человеком, как Бог взял из этого праха, сотворил человека, и он стал душою живою. Вопрос как? Как воды Иордана, по которым переходили народ израильский, заходя в обитованную землю, остановились и вернулись к своим истокам. Каким образом, как это могло произойти? Как вода превратилась в вино в кане галилейской? Как разложившийся лазарь, который уже смердил, ожил и вышел из гробницы? Как можно было напитать пять тысяч и больше людей двумя рыбками и несколькими хлебами? Вот это многократное как Бог покрывает могуществом Своим и силою Своей и величием Своим. Это как? Мы можем посмотреть на некоторые примеры библейские. Однажды ко Христу подошел один человек и спрашивает у него, учитель благий, что мне нужно сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную? И Христос ему говорит «Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог. Исполни заповеди, которые написаны». А он говорит «Какие? Не прелюбодействуй, не кради, не уже свидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя и многое другое». И юноша этот говорит «Господи, я сохранил это все от юности моей, а что еще не достает мне для того, чтобы войти?» А он говорит «Хорошо, продай имение свое, раздай нищим, возьми крест свой и следуй за мной». И этот юноша отошел с печалью. И Христос говорит, что трудно богатому человеку войти в Царство Небесное. Удобнее верблюду пройти через угольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. И знаете, ученики почесали затылки. Для них этот вопрос «Как?» «А кто же тогда может войти?» «Как это возможно?» И Христос говорит, что человеком это невозможно. Невозможно понять человеком, только Богу все возможно. Сегодня мы видим, Бог, воплотив Сына Своего, показал нам две природы в Сыне Божьем. Это божественную сторону и человеческую. И Христос, как Сын Человеческий, мы видим на страницах Священного Писания, нам многократно показаны действия Его, как человека, как Сына Человеческого. Потому что мы видим и находим этот образ на страницах Священного Писания. И нам известно место Его рождения. Это Вифлеем. Мы уже много об этом говорим. Мы слышим эти слова. Мы знаем об этом, что Христос родился в Вифлееме Иудейском. По пророчеству так было сказано, так написано в Евангелии. Исторические факты показывают, что время Его рождения, когда Лука говорит во 2 главе, в 1 и 2 стихе, где Он родился и в какое время. Нам известны род Его занятия. Мы знаем, что Он был, воспитывался в семье плотника Иосифа и Марии. Возможно, Он делал все это руками Своими, помогал земному этому Отцу в Своем труде. Он переносил скорби, Он переносил радости. Мы сегодня уже слышали, было сказано, что Христос говорил, что я, птицы небесные, имеют гнезда, лисы имеют норы, а мне, Сыну Человеческому, нету места, и даже голову где преклонить. Нету места. Мы видим Его, как человека земного, здесь на земле. Мы знаем, что Христос умер. И умер тяжкою мученическую смертью, смертью человека, которого распинали здесь на земле. Все это присуще нам, людям, и мы видим, что Он стал плотью. Поэтому Слово Божие говорит, что есть человеческая природа в Сыне Божьем, который был на этой земле, родился для того, чтобы умереть. Вторая сторона – это Христос, Сын Божий. Нам нет нужды сегодня говорить о Его божественности, о Его величии и славе, как Сына Божия. Но люди присматриваются ко Христу. Люди и сегодня по-разному реагируют и смотрят, и говорят, и рассуждают о Нем, и выносят свои мысли, свои слова, выносят то, чем они могут жить. Кто Он? Встает опять этот вопрос. Кто Он? Человек, получивший от Бога мудрость и силу, или это Бог? Или это Бог? Апостол Павел к Тимофею пишет в Первом Послании, 3 глава, 16 стих, Первое Послание к Тимофею, «И беспрекословно, не может быть рассуждения, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». В свое время апостол Петр, будущий еще учеником Иисуса Христа, когда окружали народ, ученики его, и Христос задал вопрос на публику, задал ученикам, «За кого почитают меня люди? Вы слышите эти слухи? Вы знаете, о чем они рассуждают?» И ученики каждый стал высказывать то, что он слышал. Одни говорят за пророка, другие – за Иоанна Крестителя, или одного из пророков. И Христос спрашивает Петра, а Петр говорит, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». И удивительно, что отмечает Христос, говоря об этой тайне. Он говорит, что об этом можно узнать только, когда Бог откроет. Потому что человеком это невозможно. Только тогда, когда Бог откроет это, Духом Святым, человек это может принять и сказать, «Да, Ты – Сын Божий. Ты – Бог, Который явился во плоти». Нам очень много встанет этих вопросов, а у людей, мира сего, встает этих вопросов еще больше. Откуда это видно? Откуда? Я думаю, что от того, что Христос родился. Родился в Вифлееме, родился здесь на земле, для того, чтобы принести спасение грешникам. Вспомните тайную вечерю, тайную встречу Иисуса с учеником, и за одним учителем израильских, израилевых, с Никодимом. Вспомните тогда, когда он пришел ночью к нему и говорит Иисусу Христу, «Ты – учитель, и мы знаем, что дела, которые ты делаешь, невозможно человеку сделать. невозможно это. Мы понимаем, мы знаем, что ты пришел от Бога, потому что дела, которые ты делаешь, может быть, делал только тот, которому Бог дал это». И рассуждая с Никодимом, Христос ему говорит, «Должно тебе родиться свыше». Никодим в недоумении, как это возможно, будучи старым человеком, войти в новую, снова в утробу матери и родиться, как это возможно? Христос обличает его и говорит, «Ты – учитель Израилев, и ты ли не знаешь, ты ли не знаешь истины эти, чему же ты учишь народ?» Он говорит, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. Я не знаю, понял ли Никодим до конца то, что говорил Христос, но у Никодима этот вопрос стал, как это может быть? Третья глава Евангелия от Иоанна, девятый стих. Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Для него вопрос. То есть Бог вот эту тайну, вот это покрывало, которым он покрыл, он открыл ее, открыл ее для нас. Апостол Павел и говорит, что проповедано было слово по всей земле, это было открыто ангелом на небесах, и Бог это открывает нам сегодня. «Мы знаем», сказал Никодим, «что ты, учитель Израиля, ты, тот, который послан от Бога». И мы видим, что Христос оправдал, оправдал себя действиями, трудом, исцелением, воскрешал, прощал грехи. Все это присуще не человеку, это присуще только Сыну Божьему, это только присуще Богу. «И Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного Отца». Действительно и удивительно даже для нас, тогда, когда мы вникаем и смотрим, как чудно Бог открывает эту тайну для всякого, желающего познать путь Господень. Пусть Господь благословит нас, прославит Его в молитвах наших. Аминь. Аминь.